И еще одна болевая точка на карте Украины, Краматорск, Донецкая область, там Руслан Смещук. Руслан, последние новости, пожалуйста, кратко. Дмитрий, вот сегодня мы побывали в нескольких километрах от Донецкого аэропорта, и вот за текущие сутки ситуация там существенно обострилась, там круглосуточно все время идут боевые действия, причем боевики используют тяжелое вооружение, это танки, артиллерия и крупнокалиберные минометы. И вот те силовики, с которыми мы пообщались, уверены, что сепаратистам завезли свежие боеприпасы и новое вооружение. Стала ощущаться вот та очередная гуманитарная помощь, которая пришла двумя поездами российской железной дороги. Это снаряды к самоходным артиллерийским установкам, снаряды к танкам, к минометам. Мы ощутили все это в полной мере. Это воюют уже не ДНР, это воюют уже кадровые российские военные. Летают беспилотники, били с трех-четырех сторон, дабы запутать нашу артиллерию, дабы не было точного ответного удара. И вот там на позициях бойцы нам за кадром рассказали, что вот сегодня ночью было как минимум несколько силовиков погибло, а также есть достаточно большое количество раненых. Но вот эту информацию в штабе АТО нам официально не подтвердили, зато действительно подтвердили заход на территорию Украины, так называемого гуманитарного конвоя с боеприпасами. За последние две дни мы отмечаем значительное сближение обстреливых позиций украинских военнослужбовцев, которые несут службу на блокпостах опорных и спосторожных пунктах в зоне проведения антитарстической операции. В всех секторах есть такое сближение. Все это связывается в первую очередь с тем, что нещодавно на территорию Украины зашел черговый гуманитарный улапках конвой с территорией Российской Федерации. Мы также продолжаем следить за боевыми испытаниями квадрокоптера-разведчика, которого этот дрон редакция подробностей подарила бойцам батальона «Айдар». Как вы можете видеть, он летает рядом с нами, исправно функционирует. Хотя вот когда он летал над позициями сепаратистов под Донецким аэропортом, его несколько раз пытались сбить, и даже вот камера дрона зафиксировала пули, которые пролетали мимо. Квадрокоптер сумел детально отснять позиции сепаратистов под аэропортом. Сейчас вы можете видеть эти окопы. И военные специалисты, которые анализировали это видео, говорят, что укрепления точно строили спецы. Еще несколько слов хотел бы сказать о гуманитарной ситуации в поселке Пески, который находится всего в нескольких километрах от аэропорта. Дело в том, что по поселку не прекращаются бомбардировки. Там все еще живут люди. В основном это старики, которым просто некуда бежать. И Пески сейчас находятся на грани голода. И сегодня мы стали свидетелями, как бойцы одного из добровольческих батальонов, загрузив продовольствием автомобиль и прицеп, вот буквально прорывались туда, чтобы просто раздать еду всем нуждающимся. Жители фактически не имеют доступа нормального к продуктам, к магазинам. Поэтому, когда бойцы батальона ОУН пошли в разведку и встретили жильцов, то есть там пожилые люди, пожилые дедушки, бабушки, стала резкая проблема, что у людей очень плохо с продовеспечением. Было принято решение, что необходимо обязательно помочь этим людям. Дмитрий, ну вот такая ситуация сейчас в районе Донецкого аэропорта. И похоже, что ни о какой стабилизации речи не идет. Там все только обостряется. Спасибо большое за рассказ, коллеги. Спасибо большое за работу. Ну и уверен, что вот тот дрон, который наша редакция подарила ребятам, он очень-очень им помог. Еще одного человека мы можем сейчас услышать, это мнение не корреспондентов, мнение военного. Дмитрий Ленько, командир батальона Святая Мария, он сейчас в Мариуполе на прямой связи с нами. Дмитрий, здравствуйте. Слушайте нас? Доброго вечера. Доброго вечера, дякую, что с нами. Скажите, пожалуйста, информация, которая буквально кілька годин тому появилась. Рада национальной безопасности и обороны сказала, что Россия начебто готует массовые провокации, чтобы виправдать вторгнение своих так называемых миротворцев. А если вы готовы к каким-то провокациям? Какая у вас ситуация? Какие у вас будут? Как вы все спокойно? Чи вы, наоборот, сейчас в стадии подготовки? Ну, спокойно, ситуацию назвать не можно. Сьогодні были обстрелы в районе Павлополя. Один загиблий местный житель, один військовый, двое військовых ранених. Обстрелы не прекращаются никогда. Сегодня тридця обстреливали, больше всего дня обстреливают. Про провокации мы знаем. На территории, в которой контролируются аппаратисты, российские войска, очень много техники, которые перефарбировали в кольеры и распознавали знаки, так же, как и украинская техника. Мы про это знаем. Для чего это будет использоваться? Пока что точной информации нет. Скрезус, за все, так, чтобы дискредитировать украинские войска среди местного населения, также мы постоянно получаем информацию и ловим людей, которые завозят оружие в Марьёполь. Для диверсии, и одну из таких диверсий террористы вчинили минулой недели тут, в Марьёполь. Дмитрий, спасибо за вашу разговаривание, спасибо за вашу службу. Спасибо вам. Ну, вот такая ситуация. Спасибо.